Десятки раз я пытался бросить. Бросал, возвращался, бросал, возвращался. Тюрьма, заключение, аресты. Я говорил Всевышнему, забери меня, посмотри, что я говорю, забери. Я мой тяжкенази, я вырос без отцела. У нас была большая семья, семеро. В 14 лет мое состояние начало ухудшаться, и я стал очень агрессивным. Потому что все, что я знал, будь агрессивен, тебя будут бояться, никто не тронет тебя. При этом ты ощущаешь это все внутри. Вынашиваешь это, ты знаешь, что это всего лишь маска. Это не ты, не настоящий моти. Потому что должен это как-то скрыть. Наркотики скрывали эти чувства. Всю боль и страх. Когда человек начинает употреблять наркотики, сперва это весело, хорошо, поначалу. Но вдруг он чувствует, что они начинают его контролировать. Он говорит, стоп, прекращаю. А наркотик говорит тебе такое. А наркотик говорит тебе. Использовал меня, теперь я использую тебя. Я решу, бросишь ты или нет. Когда наркотики начинают использовать человека, они могут упустить на дно, которое невозможно описать. Но самое страшное то, что ты еще и стыдишься того, что ты делаешь. Тебе стыдно, потому что ты знаешь, что это уже не ты. Много раз я был почти сломлен. Моя мама, например, никогда не сдавалась. А я сын. Так она говорила мне, грозя пальцем. Все будет хорошо, не волнуйся. В 97-м году, 20-го июня, как раз начались летние каникулы. Я был под домашним арестом. Началась сломка. Больше не мог оставаться дома. Я сказал, все, арест не арест. У меня нет выбора. Я должен выйти. Искать наличные деньги, чтобы купить дозу. Я пошел на пляж. У меня в привычке ходить, искать там всякие сумки и прочее. Пляж был переполнен. Переполнен людьми. Сотни детей, подростков. Из-за большого количества людей я не знал, что делать. К удачи на Иерусалимском пляже я увидел сумку. Вкрыл ее, чтобы взять кошелек. Внезапно я почувствовал какие-то пакеты с какими-то гвоздями. Увидел такую белую коробку. Примерно такую. Я повернул ее. Я увидел какие-то провода, подключенные к коробке. И часы. Красная лампочка, которая начинала мигать. Сначала я впал в шоке. Я не понимал, что происходит. У меня в руках взрывчатка. Что делать? Я не знаю, как это объяснить. Но вдруг я почувствовал, кто-то подошел, скатил мне за руку. И вынул ее из сумки. Это был не я. Потом я пошел, взял сумку, как будто она моя. И пошел на одну из улиц. Там было заброшенное здание. Я ставил сумку там. Что делать? Если я уйду, никто не узнает, что я остал ее там. Если что-то случится, взорвется. Тогда какой ужас может произойти? Когда я вышел, вдруг что-то оставил меня. Я увидел гостиницу. Зашел внутрь. Это было впервые в моей жизни. Я позвонил в полицию. Я сказал, слушай, это мой тяжкий Нази. Здесь взрывчатка. Он сказал мне, ты должен быть домашним арестом. Что ты делаешь? Какая взрывчатка? О чем ты говоришь? Вдруг моя ломка прошла. Вдруг у меня прекратились боли. Невозможно объяснить это. Это какие-то мусорные баки. Я уронил их на дорогу, загородил и отгонял людей. Никто не понимал, что происходит. Они думали, что я сошел в сумку. Через несколько минут пришли трое полицейских. Я показал им, где находится взрывчатка. Они вошли туда и выбежали оттуда бегом. Я раньше не видел такой скорости, с которой они выбежали. Вся полиция Тель-Авива, пограничная охрана, кто только не приехал туда. Офицер Шабак сказал, Ашкенази, ты знаешь, что ты сделал? Салют тебе. Ты знаешь, если бы не ты, что бы произошло? Погибло бы около ста детей. Сколько чудес произошло в тот момент. Я сказал, схвати это двумя руками. Те чувства, которые я ощутил на пляже. Что кто-то пришел и привел меня. Теперь Бог дал тебе жизнь и смерть. Выбираешь смерть, продолжай использовать наркотики. Хочешь жить, я буду рядом с тобой. Такого шанса у тебя больше не будет. Через три дня меня отправили на лечение. Я прошел нелегкий путь, очень трудный. Было много моментов, когда я почти был сломлен. Всякий раз передо мной был образ моей мамы. Я всегда говорил, если не ради тебя, сделай это ради нее. Так я и собирал себя день за днем, слава Богу. Через год успешного завершения лечения я встретил свою будущую жену. Повернулись в Тель-Авив. Я стал владельцем пекарни на улице Левинске. Мы создали семью. Слава Богу, великолепно. Сегодня у меня пятеро детей. Две внучки. Счастлив от жизни. Счастлив невероятно. Благодаря всему, что я пережил. Хвала Всевышнему. У меня есть все, что я хотел. Сложность и вся любая вещь при очищении, когда ты сталкиваешься с трудностями, дает много инструментов для преодоления. Много инструментов. Теперь я знаю, как себя вести. С детьми, с семьей. Все, что я недополучил, я могу дать им. Только я. Каждое утро, когда я встаю и говорю, хвала Всевышнему, посмотри, где я был и где я теперь. Верю, что человек, который хочет и верит, добьется успеха. Субтитры создавал DimaTorzok